вообще хэтчбеком переростком нет кармашка и это будет тонкий троллинг этого автомобиля потому что он вообще не другого слова и не подберешь в 2008 году корейский kia показал автомобиль класс которого до сих пор остается загадкой кто-то называет этот автомобиль mini suv кто-то городской кроссовер а кто-то так и вообще хэтчбеком переростком но успех он любит смелых экспериментаторов и непонятный автомобиль пользуется спросом ну а раз люди покупают значит машине быть привет всем сегодня я буду докапываться до свеженького kia soul я думаю что это было бы все не так в этом году это было бы все в нем это а и и и и и и Для описания экстерьера данного автомобиля идеально подойдет словосочетание на любителя Машина необычная, яркая, выделяющаяся и обладающая самобытной узнаваемостью Машина не теряется на парковках и в потоке, всегда на виду, всегда цепляет взгляды Что тут еще добавить? После рестайлинга стало лучше, внешность повзрослела, стала качественнее и не потеряла озорство Можно заказать машину в двухцветном исполнении кузова Необычный дизайн 18-дюймовых колесных дисков и яркий цвет окраски кузова контрастно подчеркивают статус необычного авто Интерьер Soul изначально был экстравагантным и занимательная игра округлых форм внутри определенно интриговала Со временем эта экспериментальная игра взрослеет и приобретает вид стиля, который начинает напоминать автомобили марки Mini Что ж по делу, дизайнер уволился из BMW и стал главой дизайна Kia И теперь у Kia новые агрессивные решетки, напоминающие баварцев И округлости внутри Soul, напоминающие принадлежащие баварцам Mini Своё, но похоже Ах, проехали, все великие воровали идеи Ну да бог с ним с воровством Вот качество материалов отделки приятное И это опять меня удивляет С каждым новым тестируемым автомобилем Kia я все больше задаюсь вопросом Почему, почему Сид и Церата обделены вот таким вот хорошим пластиком? С точки зрения эргономики у Kia Soul все в порядке Здесь классические органы управления, классическая приборная панель Очень приятный как на вид, так и на ощупь руль Все хорошо Кресла достаточно удобные, обладают внятной боковой поддержкой Спина в них не устает Опционально кресло водителя может быть оборудовано электрическими регулировками При этом есть не только продольное расположение кресла Наклон спинки и высота посадки водителя Но еще есть электрическая регулировка наклона сидения, на котором находятся ноги Весьма шикарно для класса, доложу я вам Ну и из недостатков хотелось бы отметить руль, реально перегруженный кнопками Ну вот еще парочку добавьте и будет в Формула-1 И это будет тонкий троллинг этого автомобиля, потому что он вообще не... Ну в общем об этом позже Головное устройство качественное Интерфейс простой и понятный Экран 8 дюймов есть только в самых топовых версиях В моем распоряжении радиоприемник, медиаплеер, возможность синхронизации со смартфонами Apple и на базе OS Android И в нашей комплектации есть навигационная система и музыка от JBL Музыка приятная и для нее есть отдельный наворот За рулевой колонкой слева, там где обычно разные настройки света, есть переключатель, отвечающий за подсветку динамиков Кроме регулировки яркости у него есть режим выключено Режим мод, когда динамики просто моргают разными цветами И режим music, что значит под музыку Ночью выглядит это примерно вот так На втором ряду сидений очень просторно и комфортно Сразу отмечу посадку, автомобиль высокий, очень удобно сюда плюхнуться Диван эргономически правильный, плюхаешься с удобной посадки внутрь и сразу чувствуешь себя человеком Я сижу сам за собой, рост метр семьдесят шесть Пространства для ног очень много, для ступней, для коленей все хорошо Должен отметить жесткий профиль сидений и нет кармашка на водительской двери Кармашки есть только на пассажирской Ну отодвинем кресло максимально назад Кресло максимально назад Мне все равно более-менее комфортно Ну высокие люди, конечно, упрутся ногами И вот неприятно, что профиль сидения жесткий Над головой места не очень много, но вполне достаточно Красивая панорамная крыша Если заказать автомобиль без панорамной крыши, то места над головой будет побольше Из оснащения здесь у нас есть два уровня подогрева Стеклоподъемник Есть отдельный USB разъем для зарядки гаджетов Есть подлокотник с подстаканниками Сидеть, в общем-то, комфортно Естественно, есть подголовник В общем, просторный ряд сидений, должен сказать, внутри пространство организовано очень удачно Центрального тоннеля нет вообще Поэтому третий пассажир, конечно, не с должным уровнем комфорта Но с приемлемым уровнем комфорта сможет здесь, поджав плечи, посидеть Должен сказать, что хорошо Другого слова и не подберешь Было бы отлично, если бы были дефлекторы управления воздушным потоком для задних пассажиров Ну а так все-таки только хорошо Заявленный объем багажного отделения при разложенном втором ряде сидений равен 340 литров Хотите комфорта на двух рядах сидений при длине кузова в 4 метра 14 сантиметров Жертвуйте багажником Но, на мой взгляд, жертвовать не обязательно Я бы вот выкинул отсюда это пенопластовое безобразие, которое зовется органайзером Вот это вот велосипедное колесо, которое зовется докаткой, тоже бы выкинул И три мешка картохи сюда войдет легко Плюс 4 пассажира На тест мне достался автомобиль с 4-цилиндровым бензиновым рядным двигателем с непосредственным впрыском топлива Такие двигатели в Kia маркируют буквами GDI Мощи у этого двигателя порядка 130 лошадиных сил И через шестиступенчатую автоматику он передает эту мощь только на передние колеса Еще есть двигатель послабее Он сочетается с механической коробкой передач И есть турбированный двигатель, который сочетается с семиступенчатым роботом Все двигатели для Kia Soul объемом 1,6 литра Ну вот на среднем двигателе предлагаю прокатиться Тяги в 150 ньютонов явно не хватает За напористым звуком двигателя не последует уверенного подхвата Спортивный режим по большей части это усилитель звука Двигатель начинает звучать еще более напористо, но тяги по-прежнему не хватает Нужна турбина, и она есть у Kia Очень интересно как едет турбомотор на 200 лошадей Надеюсь представится возможность на нем прокатиться Управляемость на неплохом уровне для высокого хэтчбека с торсионной балкой вместо задней подвески Плавность хода на четверку Подвеска для наших дорог жестковата и активно информирует пятую точку о неровностях Коробка классический гидротрансформатор на 6 ступеней К ней претензий не имею Переключается плавно, не дергает, нужные передачи подбирает в нужный момент Все хорошо Замеряем шумоизоляцию, скорость 80 км в час Разгоняемся до 100 100 км в час Дорожный просвет 150 мм Только передний привод Это у нас городской кроссовер Но вообще геометрия кузова достаточно интересная Свесы бамперов небольшие, а угол съезда так и вообще почти 30 градусов Так что если нужно забраться на бордюр, ну или на поребрик, это кому как привычнее Задом карабкайтесь и задом съезжайте Городской ракокроссовер Расход топлива в общем-то не огорчил 9-10 литров в смешанном цикле на 100 км пути Я считаю результат достаточно приемлемый Что у нас тут есть из опций? Ну нам дали самую толстую комплектацию на моторе 1.6 GDI И тут есть кожаная отделка интерьера Панорамная крыша с люком Подогрев руля Подогрев всех кресел Подогрев зеркал боковых Подогрев зоны стеклоочистителей И даже подогрев форсунок омывателей лобового стекла Ну а еще есть 18-дюймовые колеса Рейлинги на крыше Бексеноновый свет Главное устройство с экраном 8 дюймов И навигационной системой Система бесключевого доступа Система мониторинга слепых зон Музыка JBL Камера заднего вида С датчиками парковки по периметру И даже есть функция парковочного ассистента Которая теоретически должна помогать при парковке Но вот у меня она почему-то не работает Ну не знаю почему Если честно лобовое стекло тоже не я разбил Машина такая мне и досталась А еще в багажнике у нее лежит какой-то отколотый кусок пластмассы Тоже очень подозрительно Кто-то на этой машине ездил до меня неаккуратный Я назвал самые интересные опции Ну а вообще комплектация премиум богатая И стоит она 1 миллион 320 тысяч рублей Минимальная цена за автомобиль Kia Soul по заверению производителя Должна составлять 870 тысяч рублей Это за автомобиль с двигателем 1.6 на 124 лошадиной силы На механической коробке и без наворотов Максимальная цена составляет 1 миллион 370 тысяч рублей Это за GT модификацию с турбомотором на 204 лошади На 7 ступенчатом роботе и со всеми опциями навороченных комплектаций Стоит оно того или нет, ну на мой взгляд все-таки дороговато За непонтовый арт автомобиль, но тем не менее Конкурентов на российском рынке у Kia Soul нет Ну по крайней мере с тех пор, как с российского рынка ушли Opel Mokka и Nissan Juke Можно конечно притянуть за уши Suzuki SX4 и посравнивать Но зачем автомобиль уникален и в этом его преимущество За себя говорит хотя бы тот факт, что это единственный автомобиль Kia, у которого нет аналога Hyundai Что же у нас получается в сухом остатке? В сухом остатке получается, что автомобиль яркий, забавный, необычный и при этом комфортный Для обитателя мегаполиса, предпочитающего неординарный стиль жизни, очень даже подойдет Но самое главное достоинство этого автомобиля в том, что он продолжает оставаться доступным Mokka и Juke не случайно пропали с российских радаров Дело в том, что при нынешнем курсе рубля эти автомобили стали слишком дорогими для той аудитории, на которую они были рассчитаны Ну а вот Kia удается удержать планку на таком уровне, что покупка этого автомобиля для потенциального потребителя не станет фатальным ударом по бюджету В общем, Kia, как всегда, молодцы Не только потому, что они делают дешевле, чем конкуренты, но и потому, что, возможно, вот так они создали культовый автомобиль Который не оставляет равнодушным никого Очень хотелось бы прокатиться на Kia Soul с турбированным мотором Уважаемые, если тоже хотите узнать больше о Kia Soul с 200-сильным двигателем Пишите об этом комментарии и ставьте пальцы вверх этому видео Мы предъявим данную информацию представительству и, возможно, они поскорее дадут нам покататься на самом быстром Soul На сегодня у меня все Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые видео Рад был вас видеть Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok